То, что делает меня счастлива, это мои дети, мои внуки, и родные, и приемные. У меня нет отделения от них, они у меня все одинаковые, всех одинаково люблю. Работая воспитателем в муниципальном Екатеринбургском приюте для беспризорных детей, Лидия каждый день видела боль оставленных детей. На тот момент у Лидии и ее мужа уже было две кровные дочери, но женщина не могла пройти мимо их беды, поэтому вместе с мужем решили взять семью четверых приемных детей. На сегодняшний день дети выросли, подарив Лидии шесть внуков. У меня сейчас шестеро детей и шесть внуков. Ходим на разные мероприятия, и в зоопарки, и в развлекательные центры. Особенно нам нравится стряпать вместе, они сами там лепят то, что налепят, мы все это выпекаем. У них столько вопросов, бабушка как это, как это спрашивать, почему так происходит, только успевая отвечать. Счастье Лидии в один момент было разрушено смертельной болезнью. В этом году, в марте, я почувствовала боли внизу живота, и появилось кровотечение. Я сделала УЗИ, и меня сразу отправили к гинекологу-онкологу. По телефону они говорить ничего не стали. Я пришла, когда туда, мне выдают, говорят, у вас карцинома. Лидия знала, что в их роду от рака умирали все женщины. Последними от рака умерли мама Лидии, и ее младшая сестра в возрасте 38 лет также ушла из жизни из-за этой болезни. Я понимала, что это родовое проклятие. То есть я еще моложе, чем мама. И еще мало сделала для Господа. И внуки маленькие. Хотелось видеть, как они вырастут. Будучи сильной женщиной, Лидия, как только могла, скрывала от детей и мужа свой страшный диагноз. Но болезнь с каждым днем прогрессировала. И наступил такой момент, что Лидия уже была не в состоянии скрывать свою боль от родных. Были боли ноющие, сильные такие, не прекращались они ни днем, ни ночью. Слабость такая, и как головокружение такое. Чтобы срочно остановить прогрессирование болезни, Лидия в срочном порядке была направлена на госпитализацию для проведения операции по удалению опухоли. Сразу сказали, что мы выписываем вам сейчас направление, вы едете в онкологический центр на удаление полностью всех женских органов. Когда я узнала, что мне нужно будет полностью все удалять, молодая еще, и такую операцию делать для меня, она просто неприемлема. Результаты обследований пришли в преддверии колледжа Гора Моисея 2017. Лидия давно знала о колледже, так как сама уже не раз проходила обучение в Киеве. Я решила, что я поеду только туда, потому что я знала, что только там меня Господь исцелит. Там происходит исцеление, освобождение, люди встают с колясок, люди исцеляются от очень серьезных заболеваний. Отказавшись от операции, Лидия приехала в Киев. Превозмогая физическую боль, слабость и головокружение, Женщина вошла во дворец спорта, где проходил колледж Гора Моисея 2017. Я уже подготавливала себя, что кроме Бога мне помочь никто не сможет. Здесь, в зале Киевского дворца спорта, Лидия каждый день слушала реформационное слово, которое с каждым днем формировало ее веру и вселяло надежду на полное исцеление. И в один из дней женщина услышала слово знания, обращенное именно к ней. Я стояла в партере в зале, молился апостол Владимир. Пусть сегодня разрушаются родовые проклятия. Пусть сегодня разрушаются эти духи нечистые, духи болезни. Было слово знания. Он сказал, что разрушается родовое проклятие онкологии. Эти родовые проклятия, они рушатся под этим помазанием во имя Иисуса. В этот момент я почувствовала онемение, вот как такое состояние мазания. Как ногу отсидишь, когда все тело вот такое было в таком напряжении. Дух немощи. Я связываю прямо сейчас. У кого-то онкология только что была исцеление. Прямо сейчас. Полное исцеление от рака во имя Иисуса. Я приняла это исцеление, сказал Господь, это мое, и я это принимаю, исцеление. Что ты это приготовил для меня. Давайте сильнее воздадим славу нашему Богу. Халилюя. Халилюя, 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 халилюя. И когда утром встала, была легкость, была радость была, и не было ни боли, ни кровотечения не было, ничего не было. Я была просто счастлива от того, что благодарила Господа, что я получила все-таки это исцеление. Чтобы убедиться в полном исцелении, Лидия прошла курс обследования на онкомаркер. И на следующий день вечером уже мне пришла смс, сказать, что ваш результат готов. Но результата не написано, какой результат. Я прямо ожидала этого, но я сказала, Господь, я верю, что ты меня исцелил, и результат придет прекрасный. Ожидания Лидии подтвердились. Ее анализы показывали, что она полностью здорова. Все онкомаркеры, что мы сдавали, они все ниже нормы даже. Близко не было никакой карциномы. Результат у вас отличный. Когда я узнала о своем результате, я вообще была очень рада. И начала прославлять Бога. И сказала, что я вечно буду славить Его. Потому что Он меня исцелил, и сейчас я буду служить Ему до конца свои дни. Аллилуйя! Это невероятно! Бог исцелил вас! Я получила это исцеление здесь, потому что сдали анализы на онкомаркеры. И у меня все анализы в норме. Я благодарю Господа за апостола Владимира, за пастора Викторию. Я благодарю Святого Духа, что Он работает здесь и исцеляет людей. Я рада, что могу видеть детей и внуков. Я могу помогать людям. И я буду ходить в онкоцентры у нас там и приглашать людей, чтобы они приходили и тоже получали исцеление. Я благодарю Господа за центр возрождения, за апостола Владимира, за пастора Викторию. За их видение, которое Дух Святой им дает, для того, чтобы миллионы людей исцелялись. Субтитры создавал DimaTorzok